То, что есть такие вещи, которые в людей вселяются, то есть что-то такое, это известно давно людям. Во всех религиозных направлениях, во всех даже религиозных течениях есть направление экзорцизма. Есть механизмы, способы, молитвы, всякие отчитки, как это делается, как это устраняется. Но, как правило, это делают по наитию, не всегда понимают, что в той или иной молитве где-то сидит техника, а где-то не сидит. Но смысл заключается в следующем, что у человека может так получиться. То есть, допустим, есть астральное тело, это астральное пространство. Оно похоже на физическое. Есть у нас в физическом пространстве. Очень вблизи эфирное, но если смотреть как проекцию из астрального физического контура, то где-то 30-40 сантиметров вот этот кусок полевой структуры. То есть, у нас есть общий вот этот большой, да, сплюснутый диск энергетический. Но если смотреть проекцию астрального сюда, физическое пространство, то оно вот где-то там вот, вот он, 30-40 сантиметров. И если вдруг сюда попадает какое-то существо, вот так вот нарисуем его красненьким, да, то оно проецируется вот сюда же, в этот участок. При этом есть определенные признаки, как это распознается. То есть, есть, во-первых, при сканировании здесь поля физического пространства, оно чувствуется как что-то размытое, такое не очень четко понятное. То есть, не классифицируются как какие-то объекты. Вот. И, соответственно, у человека пониженная энергетика своя, с одной стороны. Но с другой стороны, например, если взять его фотографию, либо увидеть его вживую, почему-то от него сильный фон. То есть, это будет говорить, ну, наличие сильного фона, это всегда говорит о том, что у человека либо сильная энергетика раскачанная, либо там два поля. Поле человека плюс поле астрального существа. При этом, как оно может подцепиться, да, в каких случаях это бывает. Потому что, я смотрю, это не редкость на самом деле. То есть, первый момент. Это можно зацепить во сне. Небольшое астральное существо можно случайно зацепить во сне. Ну, к примеру, приснится что-то страшное, как будто, например, на тебя прыгает, пытается, не знаю, там, укусить, заползти в тебя или там еще что-то. Ты в этот момент просыпаешься, и оно остается в твоем астральном теле. Само выбраться не может. То есть, так делают именно слабые астральные существа, которые, они, так скажем, ну, как обычные паразиты, но на астральном уровне. Вот так вот. То есть, их интересует энергетика человека, но не более того. Управлять его мыслями, его движениями они вообще не могут. Это очень частая ситуация. И при этом тоже такой признак определенный есть, что вот эти сны, когда что-то напрыгивает, да, они почему-то вдруг запоминаются. Обычные сны могут вообще не запоминаться у человека, а эти просто вот ярко, четко, прямо как настоящие ввезаются в память. Это вот признак того, что получилось такое зацепить во сне. Это частые случаи, такие бывают, особенно, когда человек не понимает, как работать с астральным пространством. У меня такое было у одного из учеников с базового курса по эзотерике. То, соответственно, он просто зацепил во сне. Ну, соответственно, он мне говорит, что да, там чувствуется что-то есть по признакам астрального подселения, и мы легко эту штуку убрали. Есть более сильные существа, которые могут попадать в человека, то есть, они могут воздействовать на человека. Вот буквально недавно, там где-то недельки три назад, у меня был случай. Женщина ко мне, точнее говоря, ее близкие обратились срочно, причем сказали, что есть очень серьезная просадка в энергетике, вдруг почему-то стало плохо. Я проверяю, смотрю, вот это существо посадили на астральном уровне между горловой и сердечной чакрой. То есть, вот в этом месте создали очень серьезное энергетическое нарушение. В результате, это отобразилось сюда, физическое пространство, прошло нарушение вот в этом участке, сознание резко упало, то есть, человек уже лежит весь, ну, даже встать не может, глаза закрывает, не может открыть нормально. Вот очень сильная бесточка возникла за счет такого хитрого воздействия. И, соответственно, при сканировании оно там обнаружилось, и пришлось его, соответственно, убрать. То есть, это когда специально посадили. Вот эта вот вся просадка в данном случае женщины произошла где-то за полчаса. Очень мощная бесточка, очень мощное нарушение. Ну и, соответственно, как только я это убрал, сразу же все начало, весь организм обратно восстанавливается. Следующий момент, который может быть, это если, так скажем, человек сам создает достаточно сильные нарушения, ну, приносит вред другим окружающим и так далее, то вот эти существа, они тоже способны принести вред. То есть, они способны тогда оказать воздействие на этого человека конкретно. То есть, когда он сам создал нарушение. При этом, вот эти существа, они астральные, которые садятся, да, они могут быть очень сильными. То есть, они могут, во-первых, оказывать воздействие даже на человека, который сканирует. Вот у меня есть такой реальный пример, есть такая фотография в моей коллекции, там сидит существо у человека, причем сильное. Я вначале, когда первый раз его сканирую, мне показалось вроде бы как паразит, но при этом, ну, то есть, паразит в физическом пространстве, но при этом есть признаки астрального, то есть, такая помесь и там, и там. Я чувствую, что за фигня, не то, непорядок, не классифицируется, с чем столкнулся. Потом еще раз немножко отстранился от этого, еще раз пробую сканировать, и чувствую, у меня меняется внутреннее состояние. То есть, что оно оказывает на меня воздействие и пытается вложить новые мысли в меня, вот прямо в голову. И тогда я понял, так, все, это однозначно астральное подселение, причем оно еще там пряталось, оно специально скакало, то есть, для того, чтобы я не мог четко его определить, ну, то есть, это, похоже, механизм защиты такой у нее был, оно само себя защищало, то есть, оно там просто вот при сканировании оно скакало, гуляло по телу и не позволяло себя локализовать, где оно там находится. Буквально самые сильные воздействия еще были тоже. Пару случаев, когда я встречал, то есть, в человеке сидело астральное существо, причем с виду человек был похож просто на шизофреника, как будто бы он просто больной психически. Но было интересно, что этот человек выдавал очень интересную информацию про астрал. То есть, это показывало то, что он либо сам должен классно уметь работать с астралом, либо же вот это существо, которое там сидит, оно управляет и вот прорисовывает определенные там схемы, связанные с астралом. То есть, обычный человек нигде их не найдет. Их нигде нет ни в интернете, нету нигде в литературе по астралу там и так далее. То есть, это будет знать только тот человек, у которого серьезный опыт в этой теме. Тогда стало понятно, что человек не псих. Плюс еще интересный следующее, при попытке сканировать это существо, оно сразу же пыталось оказать на меня воздействие. То есть, как нарушение энергетики, создать, ну то есть, целый ряд особенностей возникало интересных. И потом этот человек подтвердил, что да, эта штука, она воздействует не только на него, который сидит в нем, но еще и на окружающих людей. Поэтому у него весь круг общения, он резко уменьшился. То есть, мало кто с ним хочет после этого общаться. Встречал даже следующий момент интересный, что астральное существо может забраться в человека и управляясь его действиями, его поведением, его речью, настолько, что вот кажется, что полноценно нормальный человек сам по себе, то есть, без всяких, казалось бы, этих всяких подселений. Но потом человек, он абсолютно не помнит, у него стирается память. Это тоже интересные такие моменты. Вот эти все существа, которые попадают, начиная от слабеньких, да, паразитов, заканчивая очень сильными, они попадают в большую проблему, потому что они остаются в этом замкнутом контуре, как в тюрьме. И у них единственная возможность выбраться из этого. Если физическое тело человека умрет, он попадет в астрал, и тогда они, соответственно, смогут вернуться обратно. Только при этом условии. При этом они, естественно, из-за этого стараются гайдить человеку, побыстрее его убить и так далее. То есть, именно по этой причине надо его вытаскивать. То есть, вот эти явления, это очень частые явления, на самом деле. Даже можно посмотреть на ютубе. Есть много роликов по теме экзорцизма, да, вот в разных направлениях, религиях. В восточных их называют джинами. То есть, если у нас это какие-то бесы, да, одержимость, то там это чаще всего называется джинами. Есть очень много видеозаписей по изгнанию джинов из людей. Так что, это не редкость, на самом деле. Но, в целом, это уже достаточно сложная работа по вытаскиванию вот таких существ. Потому что, во-первых, когда, с одной стороны, их надо просканировать, определить. Но, при этом, если там сидит сильное существо, то возникают проблемы. Потому что оно сразу же, помимо того, что ты должен это все сканировать, сделать техники определенные, его вытаскивать и выбирать обратно в астральное пространство, то ты еще плюс параллельно должен восстанавливать свою энергетику, потому что она может ее рушить специально. Плюс эта штука ковыряется, вот, так скажем, в твоих образах, в твоей памяти, в твоей жизни. То есть, ищет слабые моменты, смотрит, кто твои близкие там и так далее. То есть, ищет все слабые места про тебя, просто вот считывает. Ты ничего сделать не сможешь. И, соответственно, надо все это уметь одновременно производить и делать. То есть, вот в этом заключается здесь сложность устранения вот таких штук. В самых сложных, тяжелых вариантах приходится общаться. То есть, приходится вот астральному существу объяснять, что все это делается для того, чтобы ему помочь, а не навредить еще больше. Ну и, соответственно, выводить тогда, соответственно, возвращать это астральное пространство.